Всем привет! С вами тестовая лаборатория Oldie Computers и я Владимир Смирнов. Некоторое время тому назад мы познакомили вас с 13-дюймовым ноутбуком-планшетом IdeaPad Yoga 13 от компании Lenovo. Сегодня в наших руках его младшая модель 11-дюймового формата Lenovo IdeaPad Yoga 11S. Комплект поставки. Сам ультрабук, блок питания мощностью 45 Вт, кабель для него и набор инструкций. Интерфейсы. На левом торце находится разъем для подключения проводной стереогарнитуры, порт USB версии 3.0, цифровой видеовыход HDMI, разъем одного из двух стереодинамиков, сдвоенная кнопка регулировки громкости. На переднем торце находится кнопка, возвращающая ноутбук к заводским настройкам, кнопка включения и выключения устройства световым индикатором и световой индикатор заряда батарей. Далее два отверстия, по которым скрываются стереомикрофоны. На правом торце находится кнопка, блокирующая переворот экрана, второй стереодинамик, разъем USB версии 2.0, универсальный карт-ридер и проприторный разъем для блока питания. На задней панели находятся лишь прорези системы охлаждения. В открытом состоянии мы видим на ноутбуке. Камеру с разрешением 1 мегапиксель, ниже экран, с диагональю 11,6 дюймов и разрешением 1366х768. Матрица выполнена по технологии IPS. Под экраном кнопка Windows. Нижняя панель покрыта приятным на ощупь нескользким материалом, напоминающим покрытие soft-touch. Под клавиатурой находится довольно большой тачпад. Габарит ультрабука в закрытом состоянии 298х204х17. 12,2 мм. Вес 1,4 кг. Технические характеристики. Процессор двуядерный Intel Core i3-3229Y с штатной тактовой частотой 1,4 ГГц. Оперативная память 4 ГБ стандарта DDR3 с тактовой частотой 1600 МГц и возможностью увеличения до 8 ГБ. Жесткий диск твердотельный, объемом 128 ГБ. Видеокарта, интегрированная в процессор Intel HD Graphics 4000. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi BGN, Bluetooth версии 4.0. Аккумулятор 4-ячеечный, литий-ионный. Операционная система 64-разрядная Windows 8 Single Language. В плане функционала эта модель полностью копирует своего старшего брата. Благодаря экрану, способному раскрываться на все 360 градусов, устройство может за пару мгновений превращаться из ультрабука в планшет. С промежуточными вариантами, называемыми самим производителем консоль и презентация. В любом режиме, кроме ультрабучного, клавиатура блокируется и управление устройством осуществляется посредством 10-точечного мультитач-экрана. К слову об экране, он ярок, сочен и обладает свойственными IPS-матрицам хорошими углами обзора. Просматривать фотографии – одно удовольствие. А учитывая отлично справляющиеся со своей задачей стереодинамики, удовольствие от просмотра фильмов на этом устройстве вы также несомненно получите. Перейдем к тестированию. Для начала оценка самой системы, и она оценила производительность ноутбука в 4,5 балла, поставив минимальный балл за производительность графики рабочего стола. Синтетический тест производительности системы Sandbench R11 5 поставил системе 1,09 баллов. Однопоточный процессорный тест SuperP32M завершился за 23 минуты 36,995 секунды. Тест, максимально приближенный к реальным задачам, встроенный в архиватор WinRAR 5.0, определил скорость архивации в 2326 килобайт в секунду. Графический тест 3DMark 2006 оценил производительность системы в 3470 очков. Графический тест 3DMark 2011 в режиме Performance выставил 472 очка. Синтетический тест AIDA64. Вот таблица с его результатами. И, наконец, тест времени автономной работы. Для этого теста мы выключили все беспроводные интерфейсы, поставили яркость экрана в среднее положение и запустили фильм. В таком режиме ультрабук продержался чуть менее 6 часов. Хороший результат. Подведем итоги. Lenovo IdeaPad Yoga 11S – достойный продолжатель серии Yoga. Простота трансформации из ультрабука в планшет под управлением привычной Windows 8 подкупает. Варианты в комплектации также на любой вкус и карман. Уменьшен даже до 11 дюймов форм-фактор со всеми вытекающими в плане габаритов и веса. Позволяет без проблем убрать устройство даже в женскую сумку. До свидания.